Друзья, всем привет! Сегодня мы будем готовить с вами конфеты с соленой карамелью, которая называется Трюф флёр де сель. Представляете, моего Лёву напечатали в газете. Это традиционный швейцарский рецепт, которому очень много лет. Отдохнул, минутки сделал, еще 10, и все, день удался. И все швейцарцы обожают эти конфеты. На рынке Швейцарии, в булочных, в кондитерских, эти трюфели стоят от 100 долларов и выше за килограмм. Нормальные цены, да? Сегодня я научу вас их готовить, и вы сможете порадовать себя и своих близких прекрасным лакомством. Для приготовления нам понадобится 200 грамм сахара, 200 грамм белого шоколада, 100 грамм молочного шоколада, ну, обычная плитка, немного орешков и сливки, 35% жирности. Вот единственное, по поводу сливок я не уверен, я не знаю, есть ли в России у нас вот обычные жидкие сливки 35%, потому что, на самом деле, как-то я искал в Швейцарии сметану, мне тоже нужно было для одного рецепта. Вот сметаны здесь вообще нету такого понятия. И, в принципе, вот эти сливки, они называются вольрам, то есть это переводится как сметана. Так что, если в России таких сливок нету, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я буду потом придумывать что-то другое. И если вы не найдете такие жидкие сливки, то добавляйте обычную сметану 35% жирности. Из дополнительных ингредиентов и инструментов нам понадобится вот любая формочка для льда. У меня квадратики. Вы можете взять кружочки, треугольнички, все что угодно. В общем, все, что найдете. Любую формочку для льда. И блендер вот такого типа. Ну, он нам понадобится в первую очередь, чтобы перемолоть орешки. Первое, что мы делаем, мы топим шоколад, шоколадную плитку на водяной бане. В своем видео, которое называется «Самый лучший подарок», я уже показывал, как топить правильно шоколад на водяной бане. Так что, используйте этот прием. Первое действие, которое мы выполняем, нам необходимо залить шоколад, который у нас растопился, в формочку для льда. Равномерно распределяем шоколад по всей форме. И теперь выливаем его обратно. Как видите, наш шоколад остался на стенках. И вот таким образом мы его ставим на поддончик и уносим в холодильник. Вы думаете, о господи, что он творит. Не переживайте, на самом деле сейчас все будет понятно. В общем, ставим все это в холодильник. Все, теперь у нас есть 15 минут. Следующий шаг, самый ответственный и серьезный, мы должны отправить сахар в кастрюлю. Полстакана. И ставим печку на самый высокий градус. Теперь необходимо подождать 3-4-5 минут, пока сахар начнет нагреваться. Этот момент очень важный, и его нужно обязательно контролировать, потому что сахар начнет нагреваться, плавиться и будет образовываться сироп. Обратите внимание, что наш сахар начинает постепенно карамелизироваться. Теперь нужно его постоянно помешивать, чтобы остальные кусочки сахара тоже смешивались с сиропом и не превращались в камушки. У нас получается хороший сиропчик. Теперь мы вводим еще часть сахара. Внимание, если вы введете весь сахар сразу, то есть риск того, что у вас будут образовываться комочки. Поэтому вводите лучше минимальными, маленькими порциями. Следующим этапом нам нужно отправить наши сливки в микроволновку. Буквально на 10 секунд. О, Господи, у меня бананы повсюду. Все, 10 секунд хватит. Итак, достаем наши сливки. Они тепленькие. Очень важно чуть-чуть их подогреть, потому что если вы вольете в горячую карамель холодные сливки, то будет плохая реакция. Сейчас будет самый сложный и ответственный момент. Вы видите, что происходит? О, вот это вот получается наша карамель. Сейчас я руку поменяю, правой рукой мне поудобнее. Вот видите, у нас сахар карамелизируется вот такими кусочками. Нам нужно полностью все-все-все растворить, чтобы у нас все это было единой цельной карамелью. Вот это вот называется высший пилотаж. Посмотрите, какая консистенция. То есть карамель должна быть коричневая, жидкая, и у нас практически все-все, весь сахар растворился. Это супер. Вот запомните, какой должен быть консистенция. Теперь в отдельную чашку мы высыпаем наш шоколад и заливаем нашу суперскую карамель. И интенсивно смешиваем шоколад с карамелью. Я забыл сказать, что у нас один из основных ингредиентов еще это соль. Вот ее буквально нужно маленькую щепотку, вот буквально стольчика на нашу порцию. И мы это добавляем вот в нашу массу. И все перемешиваем. Посмотрите, какая получилась прелесть. У нас карамель настолько жирная, да, получилась, что даже не пристает к стенкам посуды. Это очень классно. Это вообще, это супер. Как говорят французы, c'est extra, c'est extra. Я так с вами заговорился по поводу карамели, забыл, что нам нужно еще делать орешки. Итак, высыпаем орешки в блендер. Должна получиться вот такая консистенция. Вот такая консистенция. Это очень важно. Я очень доволен. Шоколад у нас застывает, карамель тоже сделана. У нас есть 5 минут паузы, поэтому я пойду позанимаюсь. Ух, отлично. Запомните одно, что успешные люди всегда используют свое время по максимуму. Если вы хотите быть успешным, достигать целей, вы всегда должны заниматься спортом. Вот я сегодня, для того, чтобы записать для вас видео, пропустил свою вечернюю тренировку в спортзале. Но я не могу ее пропустить, поэтому я наверстываю упущенное здесь. Это сейчас обращается к тем людям, которые писали мне в комментариях, что у вас работа, у вас дети, вы устали, вы с работы приезжаете сразу спать. Ребята, я тоже на работе. Вот я себе оборудовал турник. Что мне мешает ходить каждый раз мимо и подтягиваться? Ничего. Девчат, что вот вам, например, мешает, когда вы сидите в офисе? Поприседайте, держите свою попу в тонусе. Давайте, вот сейчас вставайте и поехали со мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять секунд, десять приседаний. Это могут все. Давайте каждый день в офисе у себя, на работе. С ребенком вы занимаетесь дома, домохозяйки. Вот, пожалуйста, десять раз. Три подхода, пять подходов по десять раз. Давайте, мотивируйтесь, сделайте. Посмотрите на часы. Сейчас полдесятого вечера. Сегодня я проснулся в три часа ночи. Поехал трудиться. Работал с трех часов ночи до двух часов дня. С двух часов дня до четырех я поспал. И вот с четырех часов дня я уже здесь, опять делаю конфеты. И сейчас записываю это видео для вас. И после вот этого я еще поеду это видео монтировать. Вы тоже так можете. Парни, давайте, кто со мной? Вот вы в офисе сейчас находитесь, да? Смотрите это видео. Или дома находишься. Давай. Принимаю упор лежа и поехали. Десять раз. Всего десять раз. Девять. Десять. Все. Отдохнул минутку, сделал еще десять. Отдохнул минутку, сделал еще десять. И все, день удался. Ладно, что-то я разошелся. Друзья, ну мне хочется видеть среди подписчиков сильных людей, мотивированных людей. Давайте, давайте, будьте со мной. Я сделаю так, чтобы вы были сильнее. Так, смотрим, что у нас с шоколадом. Шоколад застыл, все отлично. Теперь нашу карамель мы перекладываем в кондитерский мешочек. Обратите внимание, чтобы карамель полностью остыла и не была горячая, потому что она может расплавить наш шоколад. Теперь в каждую ячеечку мы добавляем по одному лесному орешку. Друзья, обратите внимание, что лесной орех – это самый сильный аллерген, поэтому, если у вас или у ваших близких есть аллерген на лесные орехи, пожалуйста, его не используйте. Используйте лучше ядро абрикосовой косточки. У своих конфеток сыроеческих, которые называются пищебогов, мы добавляем только ядро абрикосовой косточки. Во-первых, потому что это самое-самое полезное ядро, которое может быть из всех. Во-вторых, оно не аллергенное. И теперь сверху прикрываем наши орешки карамелькой. Карамель получилась все равно еще до сих пор чуть-чуть теплая, я тороплюсь, поэтому мы сейчас отправим это в морозилку. Буквально на 5 минут. Пока у нас застывает карамель, я просто не могу с вами поделиться своей радостью. Вы представляете, моего Леву напечатали в газете. Вот швейцарская газета, которая выходит с огромным тиражом. На 16-й странице напечатали вот такую прелесть. Леон, иди сюда. Леон. Лева. Лева. Звезда наша идет. Леон, поздоровай. Ай, молодец. Вы посмотрите, какая красота. Помните, вот это дерево им показывал. Здесь вот наша булочная. Леон, что узнаешь себя? Это вот мы прогуливаясь по городу. И попросили у человека сфотографироваться с ним. Это статья про мускулы. Статья рассказывает о том, что качаться не всегда полезно. То есть нужно иметь свою природную силу. Да, Леон? Леон, ну что-то так устиснете. Голодец. Ну вы представляете, у меня собака уже стала популярнее, чем я. Наша карамель застыла, это прекрасно. У нас оставалось чуть-чуть шоколада, который мы используем вот таким образом. Мы должны закрыть наши конфетки сверху. Закрываем конфеты таким образом. Обязательно стучим по столу. Так наш шоколад полностью проникнет во все щелочки, которые у нас остались незакрытые. А также выпустит лишний воздух, который мешает со шоколадом. Все, теперь опять отправляем наш шоколад в холодильник. Именно в холодильник, а не в морозильник, это очень важно. На 20 минут. Все. Вот сегодня новую партию зайчиков еще приготовили. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам такие зайчики. И вообще не стесняйтесь писать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть, услышать. Прям пишите, не стесняйтесь. Я обо всем для вас сниму с удовольствием. Ну что, у нас все застыло, все прекрасно. Теперь наша конфетка нужно аккуратненько достать из формочки. Получилось очень даже ничего. Теперь ненужные вещи мы просто обрезаем ножичком. Конечно, конфеты вот эти, они немного большие. А я взвесил, одна конфета больше 30 грамм. То есть, получается у нас килограмм вот таких конфет в Швейцарии стоит 100 долларов. Нормальные цены, да? Это деликатес, редкий рецепт. Его очень любят швейцарцы. И только в старинных булочных их можно приобрести. В традиционных магазинах такое не найти. Это делают только вручную, вот таким способом, как я вам сейчас показал. Наши конфетки получились достаточно красивые. Вот такая у них идеальная форма. Но вот низ мне совершенно не нравится. Нам нужно как-то задекорировать и потом перевернуть нашу конфету. Обычно мы декорируем вот этими орешками, которые мы с вами перемалывали. Но сегодня я решил вам дать возможность попробовать с разными ингредиентами. Мы просто берем конфету, окунаем ее в растопленный шоколад, чуть-чуть буквально. И потом окунаем, например, в орешки. И, соответственно, у нас получается вот такая форма. Также можно окунать в шоколадную крошку. Можно окунать в ореховую пудру. Это те же самые лесной орех, просто перемолотый в пудру. Также можем окунать в кокосовую стружку. В сахарную пудру. У нас остался еще один ингредиент, который я вам не скажу. Вы напишите в комментариях, что вы думаете. Это что? Вот такая красота у нас с вами получилась. Сейчас, пока я декорировал конфеты, я принял решение, что их я подарю очень известным людям, которые работают на Первом канале. На следующей неделе я лечу в Москву на съемки телевизионного шоу. Какого, увидите в моих видео. Ну, а сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно отсылайте это видео другу. И делайте репост в своих соцсетях. Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. В общем, все, что у вас есть, делайте репост, пожалуйста, там. Лёва, ты пришел попрощаться. Друзья, даже Лёва пришел попрощаться. Все, всем пока, хорошего настроения и прекрасного вдохновения на готовку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok